СТЕЙДЖ СИХФИЛМС СТЕЙДЖ СИХФИЛМС ПРЕДСТАВЛЯЕТ Производство кинокомпании Эндрю Стивенс Энтертаймент Миссионер Производство кинокомпании Эндрю Стивенс Энтертаймент 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 Дольф Лунгрен Джон Энос Третий Производство кинокомпании Эндрю Стивенс Энтертаймент 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 Производство кинокомпании Энтертаймент Оператор Бинг Рао Производство кинокомпании Эндрю Стивенс Энтертаймент Авторы сценария – Дольф Лунгрен и Фрэнк Валдес Впервые вижу, чтобы так пили ты кино, и при этом читали библию Городу нужно такое лекарство Если знаете о чем я, режиссер, Дольф Лундгрен Я знаю о чем я Слушай меня, козел! Ты должен нам две штуки. Мы хотим получить довг! Бошкий мозуд! Кретин! Скотина! Давай, гони бабки, мать твою! Отвали, парень! Не твоя забота! Убирайся, сказал, а то пожалеешь! Эй, мистер! Уходите! Мистер! Спасибо вам! Я Билли! Где здесь кладбище? По этой дороге! Через мост! Не промахнётесь! Не промахнётесь! Не промахнётесь! Не промахнётесь! Не промахнётесь! Не промахнётесь! Уходите! Как я, гони... Не промахнётесь! Весь в тюрьме! Весь в тюрьме! Весь в тюрьме! Продолжение следует... 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 Босс нас уроет. А это что? Ну все, хватит. Идите в лодку. Возвращайтесь. Пора отсюда убираться. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. И что же это за хрень? Билли. Цопляк-индеец. Две штуки нам должен. Ах да, Билли. Мерф? Возьми двух парней, найди беглого говнюка и убей его. Понял? Сделаем, босс. Я знаю, где его искать. Хорошо. Хорошо. Важный вечер в Блэк Ривер, вечер в субботу. Можно присоединиться? Вперед, садитесь. Сначала выпьем. Девушки отдыхают. Иди выпей, развлекайся. Это платье я купил? Не бывает слишком много трат на красивую женщину. Точно. Ну, во что играем? По маленькой? Выбирай шары. Довольно убийств. Я больше в этом не участвую. Прости. Мы должны быть осторожны. Твои методы грубы. Слишком много внимания привлекают. Значит, мои методы. Ты лучше волнуйся о своей части сделки, а я займусь своей. Черт, лайм кончился. Я сейчас. Крошка, может, опустишь свой прелестный зад на этот стул? Может, сам присядешь? Я иду на кухню. Еще лучше на колени. Ну, давай. Простите, мисс. Подержите. Друзья, вас что-то не устраивает? Да. Ты. И во что бы то ни стало. Ты понимаешь? Да, да. В угол. Я думал, совет нас поддержит. Думал, казино у нас в руках. Почему проект у семьи Джей Джая? Разве не ты сказал, что если убрать Джей Джая, совет будет вынужден отдать его нам? Разве ты этого не говорил? Да, говорил. Хорошо. Я тебя понял. Дай подумать, что я смогу сделать. Слишком поздно. Теперь придется всю семью брать, чтобы настоять на своем. Вот об этом я и говорил. Мои методы. Каждый раз срабатывают. В угол. Спасибо, что пришли. Я не знала, сможете ли. Я вам что-то покажу. Смотрите, кто пришел. Хорошо, как раз вовремя. Привет, папа. Сегодня у нас особенный гость. Он расскажет вам о Библии. Пожалуйста, тепло поприветствуйте друга нашей семьи. Привет. Итак. Знаете, что это? Библия. Они нужны мне, чтобы видеть буквы. И преступлений моих не вспоминай. Благ и праведен Господь. Посему наставляет грешников на пути истины. Библия как путеводитель. Она помогает нам жить достойно и честно. Мама, сюда, скорей! Чувак. Я не хотел. Идти. Отнесем его в дом. Повезло, что жив остался. Нужно его в больницу отвезти. Нет, нет. Постойте. Держи. Садитесь, дети. Пошел. Пошел. Мистер, это не шутки. Проблемы нам не нужны. Мы ищем индейца, Библия. Его, говорят, подстрелили. И он где-то здесь. Он кое-что у нас украл. Мы должны его найти. Вызывайте шерифа. Не пойдет, мистер. Вам это известно. Это наша проблема. Мы сами разберемся. По старинке. Простите, ребята. Простите, ребята. Помочь не могу. Похоже, у нас и тут небольшая проблема. Детки сказали, что видели индейцев в крови у старого лагеря. Ты, должно быть, видел обдолбанного засранца. Когда у меня есть работа, мне лучше не мешать. Так что движись и сваливай отсюда. Понял? Что будешь делать, богослов? Попрошу тебя молить Господа о прощении. Но сначала сломаю это колено и этот нос. И знаешь что? Что? Ты не сможешь это предотвратить. Пошел ты. Знаешь, как ей пользоваться? Можно и так. Все. Все. Мы тебя поняли. Мы поняли? Снять брюки. Да брось ты. Снять. Ты тоже. А теперь пошли отсюда. Урод! Спрячь их в безопасном месте. Не бойся. Даже Рина о нем не знает. Предки говорили о белом мужчине, что придет с севера, преследуемый злом. Береги себя, друг мой. Я буду молиться за тебя. Это ведь все? Больше я тебя не увижу. Никогда. Иногда так лучше. Поехали. Ты должен выбрать. Мы тебе поможем. Тебя осмотрит врач, но потом ты дашь показания против Рину. Иначе уходи. И разбирайся с ним сам. Я согласен. Показания. Я согласен. Ведь иначе мне крышка. Они возвращаются. Свидетели видели люди Рину на месте преступления. Будьте на чеку. Конец связи. КОНЕЦ Шериф, Рина у нас в руках. Билли ночью ранили. И это всё. Ты должен его арестовать. Не самый лучший свидетель. Билли видел, как Рину убивал. Привет, ребята. У вас тут вечеринка? Жаль, не знал. Воткнул бы в шляпу орлиное перо. И вагон больных детей прикатил. Что тебе нужно? Ну, раз вы так любезно спросили, пара моих парней думает обвинить этого вот в избеинах. Я подумываю, двинуть обвинение в вандализме за порчу моей машины. И с судьей уже поговорил. Самозащита? Господь свидетель. Давай это обсудим. Вдвоём. Пропустим в баре по стаканчику и побеседуем. Конечно. Почему бы нет? Отлично. Иди за мной. Всем хорошего дня. Спокойно. Все расслабились. Мы с другом немного поболтаем. Выпьем. Может, до чего договоримся. Дай-ка пиво. Ему дай, что хочет. Благодарю. Чистые текилы. Без лайма, без соли. Слушай, такое дело. Мне плевать, кто ты и откуда. Мне плевать, зачем ты здесь. На мой взгляд, есть три пути. Первый. Я могу убить тебя здесь и покончить с этим. Второй. Ты можешь выйти отсюда живым, оседлать железного коня и убраться из города. Необязанно. Уходя, уходи. Третий вариант. Самый для меня выгодный. Ты можешь работать на меня. Мне бы пригодился человек с твоими навыками и твоей духовной предрасположенностью. И моя репутация улучшится. Что скажешь? Во-первых, твою репутацию ничто никогда не улучшит. Кто бы на тебя не работал. Во-вторых, я не люблю людей, угнетающих других ради власти и денег. И в-третьих, Рина, ты мне не нравишься. Это надо понимать, как нет. За выпивку спасибо. Не смей уходить. Стоять! Ложись! Стоп, стоп, стоп! Судный день, цветошки, вот-вот наступит. Стоять! Стоять, я сказал. Никто не смеет мне отказывать. Замри! Хватит! Убрать оружие. Шериф, ты в своем уме? Убери пушку, или я уберу тебя. Поищем скальп индейского сопляка. Все в бар. Быстро. Сглупил ты, парень. И я засветился перед Рино. Я должен найти твоего свидетеля раньше, Рино. Хорошо, Шериф. Я знал, что ты вернешься. Из нее в тебя стреляли. Есть кое-что еще. Стоять, я не знаю. Хорошо, что ты обращаешься. назад поприткнутся и погибнут пред лицом твоим. Марфи, не отвлекаю. Ты позвонил, как я просил? Да, да, босс. Будут сегодня вечером. Это хорошо. Просто прекрасно. А мы, мать, их время. Давно надо было с этим покончить. Солнышко, детка, можно мы тут обсудим дела? Ладно. Бегом. Ну, что сказал мой приятель с севера? Северного! Терпит! Северного! Продолжение следует... Девушки отдыхают... Каждый раз. Продолжение следует... Проблема в том, что есть свидетель. Просто мальчишка, индеец Билли, но он видел мою сделку с Таркатой. Видел и ладно, нет проблем, но это не сложилось. Торопились, дергались. Кто-то подстрелил моего человека, все вышло из-под контроля. Всех положили. Ты облажался. Нельзя было мочить дилеров. Теперь мексиканцы захотят мстить, а они не шутят. Ты взял их деньги, товары, может быть, пришил чего-то сраного кузена. О чем ты думал? Деньги и товар еще у тебя? Да, конечно. Значит, сделаем так. И шьем все это индейскому парню. Повесим на него деньги и товары. Шериф должен его найти. Мертвого. Со всем этим дерьмом. Отличная мысль. Ты так считаешь? Да. Не уверен, ты дергаешься. Что ты не рассказал? Пару дней назад в город заявляется тип на странном байке. Начинает бить моих парней, стрелять в моем баре. То и дело портит мне жизнь. Такой здоровенный, крутой урок. Явно военная школа. И вот что странно. Повсюду таскает с собой Библию. Говоришь, у него Библия? Откуда ты знаешь, что это не простая книга? Нет, точно Библия. Парни говорят, он ее даже зачитал. Высокий блондин за 40? Да. Да, точно, он. Не может быть. Я когда-то знал такого, но он мертв. Мертв. Я облажался. Он жив. И достает меня. Я облажался. Да? Я? Нет, Рина, по-моему, улажаешься здесь только ты. Наркокурьеры мертвы. Бизнес мертв. Свидетель убийства бегает на свободе, а должен быть мертв. И вдобавка всему, у нас все еще нет казино. Дом у тебя хороший. Надеюсь, ты не против, если я поживу тут, когда тебя убьют. Все, пошли. Идем, остолопы. Винем на Черную речку. Винем на Черную речку. Девушки отдыхают. И думаю о нем. Вспоминаю его. Им так его не хватает. Правда? Его убила банда байкеров. Знаешь, это все может обернуться к лучшему. Главное, извлечь из этого максимум пользы. Может, подождешь до утра? Пожалуйста, останься. Главное, извлечь. Н하고 что-то говорят. Продолжение следует... 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 На этот раз родственник судья не поможет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok